Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». «Борька, ну ты чего сидишь?» – кружила Света над женихом, который никак не проявлял инициативы в организации их свадьбы. «Я не могу делать все одна, тебе будто совсем не интересно», – всплеснула она руками, надеясь хоть криком его расшевелить. Бориса ее эмоциональность лишь раздражала. «Ну чего ты от меня хочешь, Свет? Я в этом все равно не разбираюсь. Мне нравится все, что нравится и тебе. Делай на свое усмотрение». «Делай. Это не так-то легко, как кажется. Думаешь, организовал фотосессию и на этом свободен?» Боря не мог сказать будущей жене, что ему на самом деле все равно из каких коржей будет свадебный торт, какие цветы расставит на столах и какой репертуар у музыкантов. Света не подозревала, что он даже не собирался на ней жениться. Все, что интересовало Бориса – огромный карточный долг, который камнем повис у него на шее. Из-за неподъемной суммы он был буквально скован по рукам и ногам и приходил в ужас. Стоило ему подумать, что с него могли прийти и спросить. Но несколько дней назад Борис нашел решение. «Свет, нужна твоя подпись на договоре с фотографом. А? Сейчас». Таня, глядя, сделала рощерк ручкой и вернулась к разговору по телефону с кондитером. Опытного организатора они себе позволить не могли. Приходилось заняться торжеством самостоятельно. Света хоть и ворчала на жениха, но понимала – он человек серьезный, начинающий бизнесмен и далек от всей этой праздничной кутерьмы. Сама она перебралась из деревни в город ради учебы в колледже. Потом недолго проработала по профессии за гроши, пока не познакомилась с Борей. Света понимала, что полностью на заработок Бори надеяться было нельзя, поэтому тоже немало вложила в свадьбу. «Вот», – Борис пришел к Игорю Тарасовичу с распиской с подписью Светы. «Моя невеста обязуется выплатить за меня долг. Я теперь чист». «Ну и подлая же ты рожа», – заметил тот без тени улыбки. «Повесил на ничего не подозревающую девушку свои грешки? Тоже мне герой нашего времени». «Она была мне полезна», – ухмыльнулся Борис. «Вам ведь все равно, кто заплатит». «Лучше бы тебе больше не попадаться мне на глаза. Валерий Романович второй раз так просто не отпустит». «Пошел вон», – спокойным тоном ответил Игорь Тарасович. И Борис поспешил удалиться. Он намеренно оттягивал свадьбу, продумывая пути отхода. В решающий момент он просто не появился у здания ЗАГСа, оставив абсолютно растерянную невесту в белоснежном платье и со свежающим макияжем терпеть насмешки собравшихся. Гостей было немного, но и они не сдерживались в выражениях. «Что, Давыдова, не удалось прыгнуть из грязи в князи?» «Хорош жених, с таким, как за каменной стеной», – хохотали одногруппницы-завистницы. «Им не удалось остаться в городе после учебы, поэтому они вернулись в деревню, а теперь не упускали возможности поглумиться над горем светы». «Да замолчите вы, курицы!» – крикнул им кто-то. «И без вас тошно». Бегство Бориса и публичное унижение Света переживала с трудом. Привычку баловаться алкоголем она не имела, поэтому просто не вылазила из дома, отключившись от социума. «Свет, открой!» – просила ее соседка Ангелина. «Так нельзя! Ты же там совсем загнешься! У тебя есть-то нечего!» «У меня и аппетита нет!» – отвечала Света через дверь. «Оставь меня, я ничего не хочу!» Но вскоре ее потревожил мужчина в классическом костюме, не совсем доброго вида. «Вы кто такой?» – раскрыла она дверь перед Игорем Тарасовичем, ничего не подозревая. «Подпись ваша?» – показал он ей расписку Бориса. «Моя и что это значит?» Увидев сумму на листе, Света ощутила головокружение. «Я... я не имею к этому никакого отношения». «Еще как имеете, дорогуша! С женихом вам, конечно, не повезло, трусливый парень. Вы знали, что он азартный игрок. Борис крупно задолжал моему боссу, а он благотворительностью не занимается. Похоже, Борис вас подставил. Это ведь не просто бумажка, а документ, имеющий юридическую силу. Я вам не завидую, но его долг теперь ваш, и вы его выплатите». «Я отказываюсь. Это мошенничество, я не подписывал и ничего добровольно!» – возразила перепуганная до полусмерти Света. Из-за шока она отвечала Бойко. «Да Игорь не вел себя агрессивно». «Если есть какое-нибудь имущество, можете отдать его сразу, и всем станет проще». «Это же розыгрыш, да? Кто-то решил меня так встряхнуть?» – не верила его словам Света. Но в глазах Игоря Тарасовича не было и капли веселости. «Я сирота. У меня есть только этот дом, да и он развалюха». «Ну, тогда другой выход. Поработаешь на Валерия Романовича женой на час», – предложил Игорь. «Нет, ни за что. Как вы смеете такое предлагать?» – тут же закричала Света, забиваясь вглубь комнаты. В голове тут же всплыли ужасные картинки. Ей стало дурно. «Я лучше умру, чем стану чей-то любовницей». «Светлана, вы неправильно меня поняли. Я не имел в виду ублажать кого-то. Вы станете лишь горничной в его доме. Это в качестве отсрочки. Насобирайте денег, выплатите долг и станете свободной». Как бы Света не сопротивлялась подобной ситуации, другого выхода не было. Игорь Тарасович внушал страх. Пришлось принять условия. Дом Валерия Романовича требовал уборки, но лишь в те часы, когда никого не было дома. Янна, его вторая жена, была взбалмошной особой, не желавшей терпеть присутствие других женщин в доме. Она только и занималась тем, что спускала деньги мужа на брендовые вещи, салоны красоты, и развлечения. Любила лежать без дела и листать модные журналы. Для Валерия больше выступала в качестве украшения, чем верной спутнице жизни, отвечающей за домашний уют. Неделю Свету никто не замечал. А в один из дней семилетний Савва проснулся раньше и заметил тетю, что протирала грузную стеклянную люстру, стоя на стремянке. Обычно она приходила в его обеденный сон и пересекалась только с няней мальчика, которой было приказано держать рот на замке. «Пап, пап, я сегодня фею видел. Она убиралась у нас дома, и она умеет летать», — с восторгом поделился сын с родителем, когда они с Яной вернулись из гостей. «Что ты говоришь, сынок? Я не нанимал новую горничную». Но после разговора с Игорем Валерий Романович дал указание. «Пускай работает в открытую, чего шифроваться. А я-то думаю, почему нигде пыли нет? Уже стал грешить, что моя прекрасная женушка в руки тряпку взяла». «Не дождешься», — скорчила Яна недовольную гримассу, рассматривая свой маникюр. «И девку эту выгони, нам какую-нибудь старуху. Мне не нужно, чтобы простушка тут перед тобой хвостом вертела. Такие всегда мечтают покувыркаться с богатым владельцем дома. А это и как раз есть что отрабатывать». «Ян, не говори ерунды. Меня ее уборка вполне устраивает. Пусть остается». Свете было непривычно выполнять свою работу на глазах у всего семейства. Она опасалась, что сделает что-то не так в присутствии хозяев дома. И Яна постоянно косилась на нее с подозрением. Но Валерий Романович оказался вовсе не мафиози, а деловым человеком. Он был внимателен ко всему персоналу и в том числе к Свете. «У вас взгляд запуганного зверя». Обратился он к ней ранним утром, когда Яна еще спала. «Она вас не гоняет?» «Нет, Валерий Романович, я всем довольна». «Здесь вас не обидят. Я уважаю тех, кто готов работать. История с вашим женихом неприятная, но долг есть долг. Я вас трогать не буду, можете быть спокойны. Сава к вам привязался. Требует внимания больше, чем от собственной няни. Скажите мне, если будет докучать». «Ничего страшного. Мальчишка у вас с супругой чудесный», – улыбнулась Света впервые за долгое время. «О нет, Яна ему не мать. Люда, моя первая жена, скончалась. Она подарила мне сына». С грустью в голосе открылся Валерий. «Тогда это многое объясняет», – задумчиво ответила Света и тут же осеклась. «Я о своем, не обращайте внимания. А вы разве не опаздываете?» До этого момента Света недоумевала, как можно так холодно относиться к своему ребенку. Но теперь поняла. Сава пасана к Яны. Иногда до нее доносился громкий, строгий голос супруги Валерия, отчитывающий мальчика. «Сколько раз я говорил о тебе не отвлекать меня. Я смотрю сериал, а ты своим шумом мешаешь. У тебя есть нянька, ее и донимай, понял? Я тебе не мать и не собираюсь с тобой возиться. Ты все понял?» «Да», – тихо отвечал запуганный Сава, желая поскорее испариться из комнаты мачехи. Он хотел немного внимания от женщины, которую отец просил называть мамой. Насколько он знал, мамы любили своих детей и с радостью посвящали им время. «Валерий Романович, я к вам по делу», – постучал из Света в его кабинет. «А, это вы. Проходите, что привело?» – сидя за столом перед ноутбуком, спросил он. «Мне кажется, вам стоит обратить внимание на то, как Яна Андреевна общается с Савой. Она часто унижает его, когда вас нет рядом, повышает голос. Я не замечала подобного, когда вы дома». «Вы хотите сказать, что моя жена терроризирует сына?» – нахмурился Валерий Романович. «Я не хотела поговорить грубо, но это так. Я часто слышу, как она его отчитывает за малейшей провинности». «Ладно, спасибо, что сообщили, Светлана. А сейчас мне нужно работать». Уходя домой тем вечером, Света слышала, как изгалялась Яна, пытаясь убедить мужа в своей правоте. «Ты здесь надолго не задержишься, дрянь», – прошипела Яна Свете в лицо, когда-то утром пришла на работу. «Я здесь не по своей воле», – ответила она спокойно, чем только разозлила жену Валерия. «Получишь свое, получишь», – прошипела она. «Держи ухо востро, не той дорогу перешла». И Света последовала совету Яны. Теперь ее телефон всегда находился под рукой, и она готова была в любой момент включить на камере запись, чтобы обличить жесткую лгунью. «Дорогой, это она все подстроила. Пытается выжать меня из дома, как ты не понимаешь?», – верещала Яна, пуская слезу. Когда Свете все же удалось запечатлеть, как она оттаскала Саву за ухо. «Замолчи сейчас же», – кричал Валерий так, как Света еще ни разу не слышала. «Ты в лицо мне клялась, что никогда не обижала моего сына. Я тебе жизнь спас, вытащил из того болота, где ты родилась, а ты так мне платишь, значит? Тебе мало было моей любви, денег, возможностей, ты взялась за моего ребенка. Пошла вон, немедленно!» – надвигался Валерий на Яну, а та от испуга вся сжалась, не зная, чего ожидать от свирепого супруга. «Советую поторопиться», – процедил он сквозь зубы. «Иначе я за себя не ручаюсь». «Нет, умоляю тебя!» – Яна упала на колени и вцепилась в штанину мужа. «Я виновата. Я неблагодарная, но я люблю тебя. Прости, прости меня, пожалуйста, я больше никогда так не поступлю». Но Валерий был непреклонен. Для него Савва был дороже всех богатств и любой женщины. Он никому не позволит так с ним обращаться. Валерий Романович отцепил от себя Яну и оттолкнул. «Дважды повторять не буду. Появишься здесь, Игорь с тобой разберется». Света не была свидетелем ссоры супругов, но слышала их крики, что разносились на весь дом. Яна была так разбита, что проскочила мимо нее с чемоданом, даже не сумев сообразить никакую колкость напоследок. Теперь Валерий Романович вновь остался один. Он лишился еще одной любимой женщины в своей жизни. На этот раз его предали. Некоторое время он ходил поникший, перебирая в голове все те моменты, когда Яна улыбалась ему. Вспоминал, как целовала, как клялась в любви и обещала родить их общего ребенка. Света же молча продолжала выполнять свою работу, не выказывая сочувствия. И хоть ее вмешательство расстроило супругов, Савва теперь был в безопасности. Ей нужно было думать о себе, а не жалеть богача, который, несмотря на огромный долг, даже платит ей. Яна не собиралась мириться с своим унижением и терять позиции в жизни Валерия. Она мечтала отомстить Свете, растоптать ее и заставить почувствовать всю ту боль, что сама она недавно испытала. Замысел ее был страшнее, чем кто-либо мог представить. «Я не позволю этой приживали забрать мою жизнь», — говорила Яна с кем-то по телефону. Она пожалеет, что сунулась туда, куда не просили. Я ей не таких давила. «Ты уверена, что хочешь на это пойти? Это ведь криминал. Нас обоих могут посадить, если поймают», — звучал в трубке тревожный мужской голос. «Ты струсил, что ли? Если да, я найду другого, кто нуждается в деньгах. Незаменимых нет, мой милый. Поэтому напрягись, если двести штук для тебя не лишние». «Продешевила ты, сестренка. За двести я даже с дивана ради тебя не стану. Миллион, не меньше. Я же знаю, что на счету у тебя средства имеются, поэтому не жалей. Мне потребуется напарник. Это уже минус из моей работы. А если нас загребут, то и откупиться нужно будет чем-то. С голым задом после такой работенки я не останусь». Янна молчала, закатив глаза. Илья всегда излишне драматизировал. «Ну так что, согласна?» «Черт с тобой по рукам!» — рявкнула Янна и сбросила звонок. С ее уходом Савва увидел в Свете защитницу. Теперь мальчишка часто велся рядом и просил с ним погулять. «Савелий. У Светланы свои обязанности», — журила его пожилая няня. «Ничего страшного, Валентина Петровна. Мне не трудно». «Тогда сходим к реке. Ты ее точно не видела. Пойдем скорей. У меня там есть шалаш!» — обрадовался Савелий, обуваясь на ходу. Света была искренне в отношении мальчика. Он абсолютно ей не докучал. Наоборот, удивлял своей любознательностью. Будучи всего в первом классе, он уже неплохо читал, решал примеры второго класса, а в свободное время изучал огромную энциклопедию, рассматривая всех животных планеты. «Папе ты нравишься», — сказал Савва без задней мысли, а Света едва не споткнулась о корень дерева у реки. «В каком смысле?» «Он говорит, что ты хорошая и доверяет тебе меня. Перед сном я ему рассказываю, что мы делали вместе, или он сам спрашивает. Валентина Петровна уже слишком старая. Она мне все запрещает, говорит, опасно». «Она права», — рассмеялась Света. «Местность здесь опасная, она за тобой не успеет в случае чего, а твой папа тобой очень дорожит». Там, где они гуляли, река разливалась и была мелкой, но течение все равно представляло опасность даже для взрослого. «Красиво, правда?» — прыгал Савва вокруг, желая, чтобы хоть кто-то понял его восторг. «Еще как», — согласилась Света, вдыхая свежий воздух. «Выходные предложи своему папе устроить здесь пикник. Возьмите с собой плед, бутерброды или пирожные, можно еще чай в термосе или сок». «Точно!» — хлопнул Савва в ладоши. «Свет, ты такая умная! Вот бы и ты с нами была!» Светлана наблюдала за тем, как Савва пускал бумажный кораблик на воду, когда ощутила резкую боль в затылке. Она рухнула на землю без сознания и не слышала его пронзительного крика. Что было дальше, не знала, как и время, на которое потеряла сознание. Когда Света пришла в себя, смеркалась. Голова шла кругом. Перед глазами все плыло. А сознание ударило ее мгновенно. Саввы нет. «Савва, Савва, где ты? Отзовись!» — закричала она не своим голосом. «Боже мой, где ты, мальчик мой? Савва, пожалуйста!» Только тогда у самой воды она заметила сложенные детские футболку, штанишки и кроссовки. «Нет, только не это!» — Света ринулась в воду, оглядываясь вокруг. Саввы нигде не было. Она не знала, что делать. Нужно было срочно сообщить Валерию Романовичу. Дрожащими руками набрала знакомый номер, молясь, чтобы мальчик был еще жив и невредим. Валерий смотрел на реку белый, словно лист бумаги. Он то и дело подгонял водолазов нервным криком. «Чего стоите? Ищите его, ищите!» «Валерий Романович, это бесполезно. Этот участок реки ничего нам не даст», — объяснял командир спасательной операции. «Если семилетний мальчишкой был в воде, его давно унесло ниже по течению». «Так чего вы ждете? Чего мелите языком? Ищите его, он же может утонуть!» Вне себя от злости гремел Валерий, отгоняя картинки страшной гибели сына в холодной воде. Он никогда не стремился искупаться в реке, знал, что это опасно. И тут на глаза Валерию попалась Света. «Это все ты! Ты виновата во всем! Не досмотрела! А теперь где он? Где мой сын? Верни мне моего Саву!» — схватил он Свету за грудки и тряс. «Валерий Романович, вы же убьете ее!» Разнимали их окружающие. «Я не знаю, как это случилось, поверьте!» — объясняла Света сквозь слезы. «Это кто-то подстроил! Меня нарочно ударили по голове, чтобы не мешало! Это похищение точно!» «Ты мне только зубы заговариваешь! За ним не уследила, а теперь ищешь оправдание!» «Ты за все ответишь! Я тебя так не оставлю! Сначала Саву найду, а потом займусь тобой!» Света больше не оправдывалась. Роняла слезы, пока трепыхалась в руках Валерии. Она была потеряна и не понимала, кому это могло понадобиться. «У вас же есть враги, Валерий Романович! Вдруг это их рук дело! Есть такие же, как я, кто несправедливо влип!» — предполагала Света, пытаясь образумить разбушевавшегося родителя. «Это ты! Ты! Чего стоишь ищи его! Виновата, так расшибись у лепешку! Найди, иначе пожалеешь! Зачем ты только появилась в моем доме? Зачем его увела?» Света понимала, что бессильна. В данный момент Валерий Романович не мог ее услышать, был не готов. Он был в шоке. Для него легче винить первого попавшегося в пропаже ребенка, чем искать правду. Света никогда бы ему не навредила. Она прониклась Савой, радовалась его успехам и утешала в неудачах. И она понимала. Дело тут нечисто. Кто-то намеренно хотел добраться до Валерия через сына. Разве не это лучший способ отомстить любому родителю? Пока убитый горем Валерий спускал пар на спасателях, гоняя их по местности который день, Света пошла в больницу, чтобы получить заключение о медицинском освидетельствовании. «Вот, Валерий Романович, это мое алиби». «И что это может значить?» – ответил тот раздраженно. «У меня на затылке гематома, нанесенной чем-то вроде дубинки. Это медицински подтверждено». «Да какое мне дело до твоих травм? Мне главное найти Саву. Если нет полезной информации, лучше уходи». Сдержанно ответил Валерий. Света заметила, что он держится из последних сил, чтобы не расплакаться. Голос надломился, выдавая его состояние. Под злостью, что он ежедневно выплескивал на всех вокруг, таился страх за жизнь единственного ребенка. «Держитесь, вы нужны ему и должны верить, что с Савой все в порядке», – сказала Света негромко, глотая слезы. «Уходи». Света не знала, как достучаться до объятого горем Валерия Романовича. Она проводила бессонные ночи в слезах, переживая за судьбу Савы, но понимала, что бессильно. Из мыслей Свету вывел писк телефона, оповещавший о новом сообщении. Номер ей был неизвестен, однако текст послания поверг в шок. «Сава у меня. С ним все в порядке, вреда ему не причинили. Пока. Но все зависит от тебя. Он благополучно вернется к отцу только при одном условии – если ты уберешься из дома Валеры». Света, не раздумывая, набрала этот номер и трубку сразу же подняли. Голос Яна она узнала с негодованием и облегчением. «Он был у вас все это время?» «Конечно, глупая. Кому, по-твоему, это понадобилось? Я всегда знала, что ты недалекая, но чтобы сразу не сложить два плюс два», – издевательским тоном произнесла Яна. «Зачем вы это делаете?» Валерий Романович весь извелся. Он боится, что Савы больше нет. Слезы с новой силой охватили свету. Ее трясло от злости и несправедливости. Но главное, она никак не могла достать негодяйку, которая издевалась над людьми, разлучив сына с отцом. «Вы меня подставили, подставили», – повторяла она, наконец понимая ситуацию до конца. «Вы подлая и гадкая. Побереги силы», – ухмыльнулась Яна. «Они тебе еще понадобятся, чтобы исправить ситуацию. А ты думала, я это от скуки затеяла. Я добилась той жизни, о которой всегда мечтала. А потом появилась ты и сунула свой любопытный нос куда не просят. Работала бы себе спокойно и не высовывалась, но нет. Ты решила заступиться за этого мелкого, надоедливого пацана. Все у меня отобрала. И вернешь». «Ну как? Я сделаю все, что нужно, чтобы вернуть Саву», – отозвалась Света, не подозревая о последствиях. Валерий так страдал без сына и даже не подозревал, насколько его супруга коварна. Света видела достаточно его мук, чтобы постараться вернуть ему ребенка. «Это мне как раз и нужно. Я вернусь с Савой домой и скажу Валерию, что нашла его в городе. Он примет меня обратно, потому что увидит, мне дорог он и его сын. А ты должна будешь признать, что не доглядела за Савой и выдумала всю эту историю с похищением, чтобы не отвечать за свой поступок». «Ты вылетишь с работы тут же. Валера не простит тебя за ложь. Я уговорю его не наказывать тебя сильно, проявлю милосердие». Валера увидит сына только на этих условиях. А вздумаешь хитрить – пожалеешь. И мою причастность к этому ты никак не докажешь. Ты ведь не догадалась записать наш разговор? Света только опомнилась, ругая себя за глупость, а в трубке уже послышались гудки. «Действуй завтра». Света понимала – это единственный выход. Хитрая Яна все продумала заранее. Она своего не упустила. У нее же не было ни одного козыря, чтобы противостоять версии событий этой стервы. Она должна пожертвовать собой, чтобы Сава вернулся. Его нельзя оставлять наедине с Яной, которая явно не баловала его лаской все эти дни. Наверняка запугала мальчика так, что тот останется заикой. Бедный мальчишка. Сердце свет и кровью обливалось при мысли, как он сидит наедине с этой безумной и предсказуемой женщиной. Она хоть поинтересовалась его самочувствием, кормила его, сидела у его кровати перед сном. Следующим утром Света собиралась на работу с непреодолимым ощущением тошноты. Она знала – сегодня Валерий Романович испытает огромное облегчение, увидев Саву, но и переживет разочарование в ней. Она кажется виновной во всем, будет проклята и изгнана. Страшно подумать, что еще может сделать с ней Валерий, учитывая огромный долг. Но другого выхода не было. Благополучие ребенка требовало жертв. С трясущимися руками Света занималась привычными заботами в особняке, ожидая появления Яны. Крик кого-то из работников заставил ее вздрогнуть и выронить влажную тряпку из рук. «Валерий Романович! Валерий Романович! Сава! Сава вернулся!» громогласно объявила Ольга, повар, заметившая Яну и Саву в окно кухни. «Счастье-то какое! Жив-здоров, ваш мальчик!» Валерий появился на лестнице в одном халате, с ерошиной, с отросшей щетиной и кругами под глазами. Таким Света его еще не видела. Он совершенно забросил себя, с головой уйдя в печаль. «Где он?» Валерий за несколько секунд сбежал вниз, раскрыл входную дверь и замер, тихо расплакавшись. «Папочка!» Сава бросился в его объятия. Валерий прижал к себе сына и закружил, целуя его висок, макушку и лоб. Вернулся. «Мой маленький, мой сынок, мое сокровище! Я так соскучился. Где же ты был? Прости меня, прости, я больше никогда не упущу тебя, никогда!» «Я соскучился, без тебя было очень плохо!» – заревел мальчик, не сдерживаясь. Наблюдавшие за трогательной картиной работники особняка не могли сдержать эмоции, утирая слезы. И тут в холле появилась Яна со слезящимися глазами. «Валера, я привела его сразу же. Он болтался на улице среди каких-то оборванцев. Я сначала глазам не поверила, а потом смотрю. Сава, твой! Один посреди города! Я сразу выскочил из машины и увела его. Мало ли, что бы они с ним сделали!» Валерий без слов. Одной рукой загреб Яну в свои объятия и уткнулся лбом ей в плечо. Света почувствовала на себе ее ликующий взгляд и поняла. Пришло ее время разыграть свою часть спектакля. «Валерий Романович, простите!» – подбежала она ближе. Она не выдавливала слезы. Они текли сами от несправедливости. Сейчас она должна взять всю вину на себя, позволив ужасной женщине вновь обосноваться в этом доме. «Я вам собрала. Я его упустила. Отвлеклась на телефон всего на минутку, а Сава уже куда-то делся. Я знала, что вы меня не простите, поэтому придумала историю с похищением. Я сама себя ударила по голове, а камень выбросила в реку». «Ах ты!» – взревел Валерий, замахиваясь для пощечины. Но Яна повисла у него на руке. «Не надо, милый, не надо на глазах у ребенка. Оставь ее. Пусть идет. Вон отсюда!» – зашипела Яна, глядя на Свету с видом победителя. «Уноси ноги, пока цела. Другого шанса не будет». «Простите меня», – искренне просила Света, желая напоследок поймать взгляд Валерия. «Он должен был все понять. Он не должен поверить в сладкие речи Яны». «Убирайся!» – крикнул Валерий Романович. «Пошла вон! И больше не появляйся!» Света бросила фартук на пол и выбежала на улицу, желая оказаться как можно дальше. «Сынок, что с тобой было? Расскажи мне все подробно, я должен знать!» Валерий сидел перед сыном на коленях, заглядывая в глаза. Он хотел разобраться с тем, что произошло с Саввой, с каждой минутой, пока его не было дома. Ему было необходимо закрыть для себя этот вопрос раз и навсегда и наказать всех виновных. За спиной супруга стояла Яна, скрестив руки на груди. Савва смотрел на нее и отвечал, руководствуясь тем, что они отрепетировали накануне. «Я почти ничего не помню», – пролепетал он расстроенному отцу. «Мне было любопытно, что в лесу. Света идти не разрешала, и я убежал, когда ей позвонили, а потом меня схватили какие-то дядьки. Как? Как они выглядели?», – допытывался Валерий, взяв сына за плечи. «Тише, дорогой, ты его пугаешь», – сказала взволнованная Яна. «Он многое пережил. Дай ему отдохнуть в привычных стенах. Теперь он в безопасности, пусть он это почувствует». «Ты права», – опустил голову Валерий. «Прости, малыш, отдыхай. Ты хочешь, чтобы я остался с тобой? Одному не страшно?» «Нет, не страшно», – улыбнулся ему Сава. «Я спать хочу, и шоколадную пасту. Только с хлебом», – заметила Яна. «Сегодня можно и без него». Валерий Романович поцеловал сына в макушку и вышел из комнаты. «Не дави на него», – посоветовала Яна мужу. «Пойми, он всего лишь напуганный ребенок, а не солдат. Вспомнит со временем». «Ты права, но я так злюсь. Место не находил себя эти дни, не знал, что и думать. Если бы не ты…» «Не надо. Я тоже перед тобой виновата. Раньше думала только о себе, но теперь поняла, как вы оба мне дороги», – улыбнулась Яна, когда супруг притянул ее к себе и вновь крепко обнял. Она широко улыбнулась. Все шло безупречно. План сработал. Света не могла расслабиться ни на минуту. Она понимала, Валерий не отпустит ее так легко. В ее глазах она подвергла жизнь его сына опасности. Такие люди, как он, не прощают подобных оплошностей. Долго ждать вести от Валерия Романовича не пришлось. Игорь Тарасович вновь появился перед воротами ее скромного домишки. «Не забывайте, на вас висит долг. Срок – месяц. Не успеете выплатить премумеры. И они вам вряд ли понравятся». «Месяц?» – воскликнула Света, не сдержавшись. «Но откуда мне?» «Меня это не волнует. Валерий Романович и так проявил к вам понимание. За месяц можно многое успеть». Света вновь впала в отчаяние из-за неясности своей судьбы. Теперь она боялась за свою жизнь, не зная, что предпринять. Савва быстро оживился в компании отца и родных стен. Он один знал. Яна ни капельки не изменилась. Она все та же коварная, лживая, двуличная особа, действующая только в своих интересах. Но и она оказалась не так осторожна, не подозревая, что Савва больше не собирался ей подчиняться. Теперь мальчишка следовал за ней тенью, не попадаясь на глаза, чтобы поймать на лжи. И однажды… «Будут тебе остальные деньги, успокойся!» – шептала Яна в трубку брату. «Шевелись. Две недели уже прошло. Ты меня за дурака держишь. Думала надуть меня, и я соглашусь всего на пятьсот штук. Может мне наведаться к твоему мужу и обо всем рассказать?» «Только посмей заявиться сюда. У нас только-только все наладилось. Он не может узнать, что я украл у пацана». Савва со всех ног помчался в ванную, где был отец. Он барабанил дверь так сильно, что испуганный Валерий тут же ее открыл. «Что? Что случилось?» – завязывая пояс халата, спросил взволнованный отец. «Быстрее в спальню! Яна врет, ты должен услышать это!» Не задавая лишних вопросов, Валерий постарался особо не шуметь, пока не увидел через щель, расхаживающую по комнате жену. «Я перевела остальное. Теперь забудь обо всем. Главное, чтобы пацан не осмелел и не проболтался. Если Валера узнает, он меня уничтожит и ни за что не простит». «Чего я не прощу?» Яна ахнула и выронила телефон из рук при появлении в комнате Валерия. «Как ты меня напугал!» Она хотела поднять смартфон и сбросить звонок, но Савва схватил его первый. «Я говорила с Мией о твоем дне рождения, дорогой». «Не ври мне», – процедил Валерий, поднося к уху телефон. Но Илья уже сбросил звонок. Он не хотел быть причастным к семейным разборкам. «Савва, сынок, сейчас мы вызовем полицию. И что бы ты ни скрывала, я узнаю. И будь уверена, срока ты не избежишь». Яна поняла, что отпираться бесполезно. Валерий все понял сразу. Он не стал кричать, угрожать, публично выставлять жену из дома. Он держался отстраненно, когда на запястьях Яны защелкивали наручники и выводили из особняка. «Я сделала это из любви к тебе. Ты выгнал меня, а я не видела другого способа вернуться», – сказала Яна перед тем, как ее усадили в полицейский автомобиль. Савва обнял папу за пояс, отвлекая от плохих мыслей. «Теперь Света сможет вернуться? Ты обидел ее, а она не виновата». «Я виноват, малыш», – согласился Валерий Романович, погладив его по волосам. «Собирайся. Мне, похоже, придется очень постараться, чтобы уговорить ее. Я до последнего не верил, что она способна так с нами поступить, и был в ней сильно разочарован. А оказалось, что главный дурак здесь я». С появлением Светы в доме, Валерий понял, какую женщину хочет видеть рядом с собой. Яна была бесспорно красива, но он ни в чем не мог положиться на супругу. Она воспринимала его лишь как банкомат, в любое время выдававший деньги на все ее прихоти. И дело было не в ее нежелании поддерживать в особняке порядок, а в ее неприятии Валерии и Саввы как семьи. Она не считалась сыном любимого человека, принимая его за соперника в погоне за вниманием Валерия, но никак не родным человеком. Яна вошла в их жизнь, чтобы забрать все, чего хотела только для себя. Света же оказалась совершенно другой. Их краткие беседы по утрам с Валерием порой заставляли его улыбаться по пути в офис. Света не забывала напомнить ему о лекарствах после ужина, о желании Саввы съездить на выходных в развлекательный центр. Берегла для него кусок пирога Ольги, чего Яна никогда не делала, съедая все при просмотре сериалов. Валерий пока не понимал тех чувств, что в нем вызывала Светлана, но в данный момент он ощущал что-то новое, помимо раскаяние. Света никак не ожидала требовательного стука в окно поздним вечером. Теперь она опасалась за свою жизнь и боялась, что Игорь Тарасович вновь к ней нагрянет и в этот раз приступит к делу, будет выбивать долг. Сколотящимся от страха сердцем она набралась смелости и выглянула в окно. В свете автомобильных фар напротив ее дома стоял Савва с огромным букетом белых роз, а Валерий держал плакат с надписью «Прости меня». Света не поверила глазам. Что происходит? Почему настроение Валерия переменилось? Он не выглядел сердитым, да и подобные жесты несвойственны такому серьезному человеку. «Почему вы здесь?» Света вышла за ворота. Савва тут же подбежал к ней по пути, едва не рассыпав в ворох тяжелых цветов и кое-как обнял. «Папе очень жаль, прости его, пожалуйста». «Свет, я знаю, был неправ. Я поверил наговорам Яны, она последний человек, которому стоило доверять. Я обидел тебя, напугал, не желая видеть правды. Прими мои искренние извинения. Сожалею, что был таким дураком. Ты одна пыталась меня утешить и направляла мои мысли в нужную сторону, а я не услышал. Я виноват, что причинил тебе боль. «Прими, пожалуйста, эти цветы и забудь об этом дурацком долге. Он мне совершенно не важен. И ты точно не та, кто должен нести эту ношу». Света приложила ладонь к губам и заплакала. Она ощутила освобождение после стольких месяцев страха и отчаяния. «Пап, ну обними ее, чего стоишь?» — подсказал Савва, видя растерянность отца. Валерий вытянул руки и заключил Свету в неловкие объятия. Сначала он посчитал, что не имеет права ее утешать, но потом понял. Ей сейчас необходима искренность. Он стал поглаживать ее по спине, и та смогла выплакаться, получая прощение и раскаяние. «Спасибо вам, спасибо», — повторяла Света сквозь слезы. «Я так рада, что Савва цел». И извелась, пока его не было. «Ты ни в чем не виновата. Возвращайся к нам», — попросил мальчишка. «И папа не против, он сам хочет». С тех пор, как Света вновь приступила к своим обязанностям в особняке, что-то между ней и Валерием Романовичем изменилось. Теперь он стал больше времени проводить дома. Не брал бумаги из офиса, чтобы корпеть над ними все выходные. Савва не мог нарадоваться, что папа проводит с ним больше времени. «Свет, давай сегодня устроим у реки пикник. Помнишь, ты предлагала?» Возник перед ней мальчишка с корзинкой в руках. «Я почти все собрал. Осталась только еда. Но Валентина Петровна не разрешает трогать ножи». «Ты хорошо подготовился. Вы с папой отлично проведете время». «Я думал, ты отдохнешь с нами». Паник мальчик, надув губы. «Папа будет не против, я знаю». «Ладно», — согласилась Света, понимая, что добираться до дома ей придется по темноте. Валерий не подозревал, что сын пригласил ее на пикник и был приятно удивлен. Пока Савва носился вокруг с воздушным змеем, он начал разговор. «Свет, в особняке много гостевых комнат. Почему бы тебе не занять одну из них? В течение недели можешь ночевать здесь, а домой уезжать только на выходные. Ты тратишь так много времени на дорогу, не высыпаешься». «Ну что вы, Валерий Романович, это уже слишком». Опустила Света глаза. Она хотела бы чаще видеться с Валерием в неформальной обстановке, когда ей не нужно соблюдать порядок в особняке и выступать в роли его подчиненной. «Я не просто из вежливости предлагаю, а чтобы упростить тебе жизнь. Плату ни за что взимать не буду. Ты для нас и так многое сделала и делаешь. Соглашайся, ты ведь живешь одна, а здесь в Саввы скучать не придется». Вскоре Света стала неотъемлемой частью их жизни. Втроем они ездили в торговые центры развлекаться, ходили в кино, выезжали на природу, играли дома в настольные игры и катались в парке на опасных аттракционах. Света понимала, рядом с Валерием ей легко и комфортно. Но что означали его взгляды и внимание? Грань между работодателем и горничной стиралась. Даже во время смены Света общалась с Валерием на «ты», позволяла себе шутить и даже целовала Савву на прощание, когда мальчик уезжал в школу. «Валер, я не знаю, как себя вести с тобой», завела Светлана волнующий разговор после того, как тот вышел из спальни сына. «А что тебя беспокоит?» Тут же насторожился он. «Твое отношение. Мне нравится то, как я сейчас живу, нравится находиться рядом с тобой и Саввой, заботиться о вас по-настоящему, но что между нами? Я не хочу обмануться в своих ощущениях». «Ты мне не безразлична. Даже больше, похоже, я влюблен в тебя, Света». Валерий взял ее за руку и поцеловал пальцы. «Тебе нечего бояться. Ты дорога мне, правда, и Савва без тебя уже не может. Думаю, нам стоит перестать ходить вокруг да около и признать, что мы хотим оба большего от нашего общения. Я не хочу быть больше твоим начальником и чтобы ты здесь жила на правах горничной. Будь с нами как моя любимая». «Ты уверен?» – прошептала Света, но Валерий вместо ответа поцеловал ее. «А не похоже?» В конце зимы Савва вдруг слег с высокой температурой, от которой ничего не помогало. «Он снова горячий. Жар не спадает уже столько времени». Света положила на голову Савве свежий компресс, переживая его здоровье. «Я вызову врача. Если все так серьезно, почему они не госпитализировали его в первый раз?» – негодовал Валерий, волнуясь, что сын мог подхватить что-то опасное. «Нам всем стоит провериться. Мы в одном помещении столько времени, что и сами скоро сляжем», – предложила Света. Приехавшие врачи приняли решение поместить Савву в клинику, где его должны были проверить и наблюдать за ним должным образом. «У вашего сына серьезная инфекция. Рекомендую всем постояльцам дома сдать кровь, чтобы выявить заражение». Бросив все, Валерий и Света поехали в клинику. По пути Валерий обзвонил весь персонал, кто работал в его доме, и попросил подъехать для сдачи анализа. «Нам нужно было раньше забить тревогу». Свет-то стекленным взглядом провожал у врачей, дожидаясь, когда же им скажут хоть что-нибудь о Савве. «Я знаю главврача этой клиники. Здесь лучший медперсонал в городе. Они позаботятся о нашей мальчике, вот увидишь. Сделают все как надо», – обнимая ее за плечи, повторял Валерий. Он одновременно утешал и любимую, и себя. «Доктор, что с ним?» – вскочила Света со скамьи. «С вашим сыном все будет в порядке. Случай не критичный, но госпитализировать мальчишку стоило раньше. Антибиотики быстро справятся с инфекцией, но пару недель ему придется побыть под нашим наблюдением». «Вы уверены, что ему ничто не угрожает?» – Валерий вперился взглядом в глаза врача. «Уверен». «Есть еще один интересный момент». Тот взглянул на свету. Максим Леонидович посоветовал следующее. «У Саввы и у вас, Светлана, редкая группа крови. Очень редкая. И, похоже, это не просто совпадение. В нашей лаборатории можно провести срочный ДНК-тест, чтобы установить, имеется ли между вами родство». «А такое возможно?» – округлила Света глаза. «С большой вероятностью». «Спасибо, мы обязательно этим займемся». Хоть Валерия и Свету предупреждали, они были удивлены, когда выяснилось, что Света и Савва являются кровными родственниками. «Судя по процентам анализа, если вы не мать ребенка, то ее сестра». «Ты что-то помнишь до того, как попала в детский дом?» – спросил взволнованный Валерий, когда влюбленные остались наедине. «Нет, я была совсем малышкой. Со мной работал психолог и говорил, что наша память блокирует некоторые травматичные воспоминания. Это защитная реакция организма. И как нам теперь узнать?» Казалось, Света была в отчаянии. Но Валерий знал, как ее успокоить и добиться правды. «Мы наймем частного детектива». Света и Валера ежедневно навещали Савву в больнице. С каждым днем он чувствовал себя намного лучше. Его классная руководительница передала рисунки и письма от одноклассников, которые очень хотели его навестить, но из-за вероятности заражения инфекцией не рискнули. Вечером, накануне выписки, когда Савва доел почищенной светой фрукты и уснул, в палату вошел Валерий Романович. «Здесь же есть кушетка. Вам не тесно?» — с улыбкой спросил он, увидев, как возлюбленная задремала на одной кровати с Саввой, обняв его. «Тише ты, он только уснул. Я думала, этого никогда не случится. Он точно поправился. Снова такой энерджайзер замучил меня разговорами». Теплый взгляд Валерия вмиг стал серьезным. «Дорогой, что-то случилось?» «Случилось. Я понял, какой я дурак. Ты заменила мать моему сыну. Мы давно уже семья, но я не дал тебе свою фамилию». «Мы раньше не касались этой темы», — осторожно напомнила Света. «Нам нужно официально стать семьей, чтобы Савва называл тебя мамой, а я женой. Звучит здорово, не находишь?» Света поднялась с кровати и обвела его шею руками. «И где же мое кольцо?» — улыбнулась она. «Виноват, исправлюсь», — чмокнул ее Валерий. «У нас будет свадьба, какую ты захочешь». У меня уже был опыт в организации. Больше я не согласна заниматься всем одна. «Я буду с тобой, а еще и куча помощников». Валерий подхватил ее и сел вместе со Светой на кушетку, предвкушая, что завтра они снова будут дома втроем. Встреча с детективом произошла в офисе фирмы Валерия, где Света оказалась впервые. Несмотря на это, весь персонал узнавал ее и вел себя приветливо. «Благодарю за помощь», — сказала она одному из сотрудников, проводивших ее к кабинету жениха. «Ты очаровала всех моих работников. Почему не позвонила, что будешь раньше? Я бы сам тебя встретил». «Не страшно», — Света поцеловала его. «Как видишь, не заблудилась». Частным детективом оказался довольно молоденький парнишка, чего Света никак не ожидала. «Я один из лучших хакеров страны. Можете не сомневаться в моих способностях», — сказал Никита, заметив сомнения в глазах напротив. «Перейдем к делу». «Вы, Светлана, младшая сестра покойной Людмилы, первой жены Валерия Романовича. Разница между вами всего в год. Когда вам было пять, ваша семья поехала на отдых в другой город, где вас украли цыгане. Действовали они слаженно, в то время кража детей была не редкость. Поначалу вас использовали для сбора милостыни, но светловолосая девочка не могла не привлечь внимания. Вы выделялись среди смуглых темноволосых цыган. Прохожие забили тревогу, и милиция занялась этим делом. А позже вы попали в детский дом, где и прошло ваше детство. А остальное о себе вы знаете». «Значит, у меня была сестра? А мои родители, они, они живы?» «Да», — хором отозвались Валерия и Никита. «Боже мой, Света, а Люда ведь рассказывала историю о пропаже младшей сестры», — вспомнил Валерий. «Для ее родных это больная тема. Они никогда тебя не забывали и часто обсуждали при мне. Хранили твои вещи, фотографии, и даже спустя столько лет верили, что ты жива, и вы еще сможете увидеться». Света закрыла руками лицо, прячась слезы. Руки Валерия тут же обхватили ее и прижали крепче. «Ты не одинока. У тебя есть семья. Мы теперь редко общаемся, но есть повод навестить. Я позвоню им. Вы должны увидеться как можно скорее». Приняв приглашение в гости, Галина и Матвей не подозревали, что их ждет за дверью особняка. Стоило им появиться в гостиной с накрытым праздничным столом, как Савва бросился им в объятия. «Бабушка, дедушка». «Здравствуй, зайчонок. Мы так соскучились». Матвей подхватил Савву на руки, жалуясь на то, каким он стал тяжелым. И тогда перед ними появилась взволнованная Света под руку с Валерием. «Матвей Иванович, Галина Петровна, прошу, присядьте». Те послушно уселись в кресло, ожидая, что бывший зять представит им новую возлюбленную. «Здравствуйте. Меня зовут Светлана, и я ваша младшая дочь». Слушая объяснение Валерия Романовича, пожилая пара не сдерживала слез, сжимая руки той, кого потеряли много лет назад. «Тест ДНК все подтвердил. Можете быть уверены, это ваша дочь», — сказал Валерий в заключении. «Не надо нам никаких тестов, мы и без них все видим», прижимала Галина Свету к себе. «Милая наша доченька, мы думали, Господь отнял у нас обоих детей, а он такой подарок для нас приберег». «Мама, папа, я так долго ждала, когда смогу сказать эти слова. Я уже не наделась, что когда-нибудь найду вас». «Ласточка ты наша», — не мог нарадоваться Матвей. «Валера, это все благодаря тебе. Манишь ты наших девочек к себе. Как бы еще мы встретились». Позже, когда первые эмоции от встречи поутихли, Валерия и Света объявили родным, что собираются пожениться. «Это вы правильно», — согласились родители. «Савве нужна хорошая мама, а не эта прохиндейка Янка. Из-за нее даже в гости приезжать не хотелось». Борис выходил с радостной улыбкой, пересчитывая свой улов после очередной карточной игры. Последнее время ему везло, дела шли в гору. Вдруг из темноты высунулась рука, схватила его за воротник легкой куртки и затащила в проулок. «Не вздумай орать», — приказал Игорь Тарасович, зажимая ему рот. Борис кивнул, похолодев от страха. Он надеялся больше никогда не встречать на своем пути этого страшного человека. «Привет тебе от Валерия Романовича. По глазам вижу, помнишь свои грешки?» Игорь полез в карман Бори и вытащил оттуда тридцать тысяч рублей. «Неплохо. Фортуна, улыбнулась наконец-то. Невеста твоя замуж за моего босса выходит». «Чего, Светка?» «Для тебя, Светлана Матвеевна», — Игорь Тарасович ткнул Бориса в грудь. «Должок с нее списан, а денег Валерий Романович так и не получил. Поэтому он снова висит на тебе». «Но я же...» «Молчать. Я не успел тебя обрадовать. За год проценты набежали. Будешь отрабатывать. Полы драйвить в офисе. Завтра придешь в фирму Валерия Романовича. Адрес я тебе в сообщении скину. А решишь какой-нибудь финт выкинуть, будешь свои внутренности по улице собирать?» «Понял я. Понял. Только не трогайте меня, пожалуйста». «Живи, тварь дрожащая». Портниха в свадебном салоне ателье заметила, что Свете в шитом на заказ свадебном платье неуютно. «Свет, вам неудобно?» — спросила она с готовностью исправить любую неприятность. «Немного тесновато», — ответила она с виноватой улыбкой. «Кажется, я поправилась, хотя стараюсь не переедать, чтобы не набрать лишнего к торжеству. Похоже, нервы дали о себе знать». «Простите меня, но дело может быть гораздо деликатнее», — шепнула Портниха ей на ухо. «Я подспущу вот в этой области, а вам советую сделать тест на беременность. У невест такое нередко». Утром перед началом торжества Света попросила не усердствовать затягиванием корсета. Несмотря на усталость, она светилась от предвкушения стать супругой Валерия и поделиться с ним новостью. Стоя в ЗАГСе плечом к плечу, она взяла ладонь любимого и положила на свой живот. «Света, ты?» «Да, милый, ты скоро станешь папой», — хихикнула она. Эта сцена привлекла внимание свидетелей и остальных гостей. «А у меня будет братик или сестричка?» Савва оказался рядом в считанные секунды и приложил ухо к ружеву на животе Светы. «Да, солнышко, мы ждем ребеночка», — рассмеялась она легко и свободно, видя любовь, поддержку и искреннюю радость близких людей. Галина и Матвей смотрели на молодых, крепко держась за руки. Они благодарили судьбу за то, что позволило им увидеть счастье обеих своих дочерей. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас один клик, а для меня это очень важно. Спасибо заранее.